Олимпиада в Южной Корее, пожалуй, самая скандальная за всю историю. Торжественное открытие пройдет только сегодня, а горьких обид накопилось уже слишком много. Сабайкальские хоккеисты поддерживают российскую сборную, как умеют, честной игрой. Причем играть будут целые сутки. Вечером на лед выйдут ветераны, а уже с утра лед режут молодые спортсмены. Потому что боятся наши сборные все. Они знают, что наши выиграют Олимпиаду. Хоккеисты тоже будут играть в других майках, в своих. Ну, конечно, сборная России по керлингу уже проиграла. Это тоже обидно. Ну и выиграла. Лучше я пожелаю удачи спортсменам, хоккеистам и биатлонистам, чтобы они выиграли эту Олимпиаду. В марафоне принимают участие 40 команд. Каждая будет бороться за победу в своем дивизионе. В этом марафоне их два, названных в честь двух легенд хоккея – Павла Дацука и Ильи Ковальчука. Выбор на эту величайшую связку организаторов вполне случайно. Мало кому спортсменов удается выступить на пяти Олимпиадах. Организаторы Читинского 24-часового хоккейного марафона прогнозируют, что счет к завтрашнему утру может стать трехзначным. Главное даже не хоккей, собственно говоря, а главное – настрой, чтобы создать такое ощущение Олимпиады, во-первых, что она идет. Во-вторых, что мы поддерживаем. Мы ведь не только сегодня будем играть в хоккей, мы еще и подготовим текст телеграммы, отправим в поддержку наших ребят и девчат, которые будут защищать честь по существу страны. Ну, нет флага. Но я же россиянин, я же русский, как нас за границей называют всех, независимо от национальной принадлежности. Это русские, понимаете. Поэтому и болельщики русские, и участники русские. Каждая команда получит диплом, а лучших хоккеистов отметят в турнире «Золотая шайба», который проходит в рамках 24-часового марафона. Валерия Афанасьева, Анастасия Шадрина, ЗАПТ-ТВ